меня зовут дмитрий я генеральный директор компании every pixel media сегодня расскажу про один из наших кейсов настоящий момент этой истории уже там как история успеха и больше года сюда не самая свежая на сегодняшний момент информации но шли к этому моменту больше 6 лет и вот сегодня вкратце за 30 минут буквально я расскажу как происходило создание нашего продукта и со временем происходила его модификация итак я рассказываю про every pixel это такой такая поисковая система поднимите руку пожалуйста те кто хотя бы раз в неделю пользуется google images или яндекс картинки только по изображениям которые можно лицензировать то есть на как на использование которых можно получить лицензию официальное разрешение автора и соответственно используйте в коммерческих рекламных целях вот все картинки которые находятся в поисковике по любому из запросов они могут быть нецензированы и соответственно используют для россии эта проблема как мы понимаем не самая актуальная на сегодняшний момент из тех людей конечно хотелось бы хорошо мне сложно правда будут себя контролируем так я бы конечно задал вопрос тем людям которые сейчас подняли руку кто пользуется из вас лицензионными картинками компрометировать вас не буду поэтому в россии это не актуальная проблема эта проблема актуальной становится с каждым днем может быть все больше и больше но на сегодняшний момент картинки это именно требование американского рынка там если вы используете для дизайна своего сайта какую-то картинку которую вы нашли не получили разрешение то есть специально обученные люди которые довольно быстро присылают вам письмо счастья и либо решайте вопрос до судебно либо берете еще на себя потом судебные издержки ну разумеется все выбирают первый вариант и так и при письме мы уже поняли что это продукт в основном для тех людей которые работают с изображениями есть такой рынок стоковых фотографий кто-то знаешь кто знает что это стоковое изображение с каждым годом все больше и больше народу знают что такое суть в том что есть крупные игроки такие как шатерсток гетти имиджес фатолио которых мы купили год и наша компания занимается производством контента для этих дистрибьюторов точнее мы создаем контент и продаем его на международном рынке мы добились довольно неплохих результатов находясь здесь в Челябинске и еще в Санкт-Петербурге и в хошемин сети в Вьетнам мы создаем контент и продаем его на международном рынке наша компания входит в такую где-то там пятерку десятку самых наверное известных продаваемых портфолио в мире что не так? вирус? а тем вирус кто-то подключается к нам вот так выглядит на сегодняшний момент интерфейс главной страницы нашего поисковика вот эти вот пять шагов нам пришлось преодолеть за последние шесть лет то есть в начале возникла идея она возникла очень давно создать некий универсальный поисковик по всем вот хабам контента то есть местам где концентрируются правообладатели которые могут контент лицензировать ну и в дальнейшем мы придумали одну версию поездили с ней по миру показали ее на разных выставках это было очень весело но абсолютно неэффективно классно потратили деньги затем полностью осмыслили продукт как таковой создали отдельную команду сделали совершенно другой инструмент ну про это я как раз сейчас расскажу ну вообще в принципе конечно ситуация для нас как для продакшена для производителя контента довольно грустная то есть помимо того что примерно 80% контента который мы производим потребляется нелегально еще и из этих 20% 80% оставляют себе дистрибьюторы то есть те же Shutterstock там Getty Images и Fotolia то есть ну мы получаем 20% от 20% не так и собственно идея была создать свой собственный фотобанк чтобы оставлять себе больше денег просто очень неэффективно вот так выглядела первая версия сейчас она выглядит конечно страшно и пугающе но тогда это было довольно неплохо но честно говоря даже не помню уже какой это год вот и тогда вот как раз вот только-только начали эти странные домены с окончанием не кол, ру, там, tv и так далее а там .photos, .studio ну вы помните я так помню 2014 и я помню на первой выставке люди они очень готовы были к этому они все время подходили ко мне и спрашивали у вас что сайт microstock.photos.com я такой нет .photos все ну это был буквально вот первый месяц и это действительно очень сильно мешало следующая версия вот между первой и второй картинкой там вот два года веселых поездок по выставкам общению с доброжелательными всегда улыбающимися и поддерживающими вас американцами которые говорят всегда что это классный продукт вы просто сделали чумовую вещь они потом не пользуются, не заходят и в общем на этом все ограничивается мы нанимали рекламное агентство из средних шагов которое занималось раскруткой iStock сайта до того момента около купивающих гейти имиджес такие опытные ребята заплатили им кучу денег они нам помогали раскручивать первую версию продукта и они помогли сделать ребрендинг и собственно это название это одно из тех названий которые предложили во время ребрендинга они и мы на него согласились но это наверное самое большое достижение вот можно сказать что все деньги которые мы заплатили мы заплатили за это потому что ну как я уже сказал участникам выставок все нравится они говорят что продукт классный но буквально была пара публикаций в трессе там бесплатных пара платных может быть и все затухло трафик не растет мы провели полный аудит концепции поняли что ничем мы особо не отличаемся от идеи которую несут на себе наши большие так скажем конкуренты и поскольку все равно ну как поисковик он имел довольно маленькую значимость потому что тот контент который показывают контибуторы показывался так же и у нас и в общем выдача особо не отличалась все примерно то же самое в общем мы сделали еще один фото банк ну и соответственно конкурировать с шотостоком который только 20 миллионов долларов в квартал тратит на маркетинг было невозможно особенно отсюда из Челябинска поэтому мы создали одинную команду а мне в руки попалась книжка это экономный стартап кто-то слышал про нее поднимите руку я рекомендую это очень хорошая методология после которой полностью поменялся наш подход к тестированию к проверке гипотезы мы создали команду мы создали команду отдельную команду которая действовала простите только в рамках этого проекта там ребята из отдела маркетинга были у них были возможности придумать несколько разных гипотез которые на их взгляд могли бы выстрелить и мы проводили тестирование каждой из этих гипотез по отдельности первая гипотеза вот девочки такое назвали тарапыга она связана с тем что мы предположили что клиенты на самом деле тратят очень много времени на поиск нужного им контента по тому как я расскажу так и оказалось и вот это вот ключевая проблема когда время деньги а тем более мое время как филансера в основном филансеры покупают контент это чистые деньги потому что мне платят за объем сделанной работы то есть чем дольше я ищу тем сложнее тем дороже стоит моя работа для меня то есть это была первая гипотеза и суть этой гипотезы в том что мы ориентируемся на людей которым нужно быстрее находить контент мы делаем какую-то такую фишку которая позволяет это делать быстрее эффективнее вторая гипотеза она как раз касалась проблемы легализации легалайзит значит суть в том что многие люди делают вначале продукт на основе там контента который они не лицензировали во первых и после этого им нужно получить лицензию это один из вариантов ну а второе то есть люди для которых очень важно получать именно лицензию быстро и не тратить свое время на тот контент который они находят например в google картинки который они не смогут легализовать ну просто нет возможности это вторая и третья гипотеза это перфекционисты ну или хипстеры мы их называли такие люди которым интересен контент модный современный необычный знаете вот обычно стоковый контент он ассоциируется с такой улыбающейся счастливой там девушкой парой такой с идеальными чистыми зубами там с белыми свойственными существами находящиеся там в состоянии аффекта в общем у людей как на баннерную рекламу так и на стоковые сутки уже аллергия и вот мы предположили что создание ну находя так скажем какие-то такие модные концептуальные фотки мы ориентируемся вот на эту аудиторию создадим для них более интересный контент то есть есть стоки типа я уже сказал Shutterstock которые ищут вот и продают в основном стоковый контент не очень интересно а есть модные всякие там стокси например которые или контент ориентированный например там на тех кто ищет только женщин на изображении тех кто не знаю там делают какие-то журналы связанные с едой то есть вот узкоспециализированные такие нишевые фотобанки которые ищут что-то особенное вот мы противопоставили идею Шатерстока и других стоковых нашей консекции ну в общем сравнили показатели которые мы сравнивали я не знаю видите его или нет там сверху сессии то есть целое время проведенное на сайте значит клики внутри клики по кнопкам вовлечения покупки возвраты сиписи да эти три гипотезы мы проверяли на трафике то есть мы создавали такую зону куда попадали люди вот исключительно только в рамках одной гипотезы то есть вы приходите и видите определенные сообщения вы видите определенный контент вот который показывает вам что то ну который позиционирует для вас эту гипотезу проверили трафиком и победила гипотеза номер один как я уже сказал так следующий шаг который мы сделали то есть мы проверили да на трафике но нам нужно было верифицировать ее то есть увидеться что проблема реально существует и поэтому мы провели серию глубинных интервью очень многие люди спрашивают меня вы провели всего там 14-15 интервью но это же вообще для маркетологов не репрезентативная выборка слишком мало людей его опросили но для этого нужно понимать что такое глубинные интервью можно спросить вот в этой аудитории кто занимался КАЗДЕВом исследованием потребителей есть такие люди КАЗДЕВ КАЗДЕВ нет есть один человек круто а все в соседнем зале суть в том что мы должны так спросить человека о том нужна ли закрываем ему его потребность чтобы он вот как эти улыбающиеся американцы отвечал нет даже если он к нам испытывает супер позитивную эмоцию и да если эта потребность реально ему нужна то есть нужно уметь задавать вопросы в этом случае это ключевой фактор причем вопросы задаются последовательно исходя из понимания потребности аудитории в общем интервью начинается с так грубо говоря с очень отвлеченных вопросов и постепенно мы должны прийти к тому что человек нам сам говорит что ему нужен такой продукт как у нас но не это не выглядит так будете ли мы пользоваться нашим продуктом он как да да конечно вот так это выглядело на выставках но это не работает есть классная книга которая описывает процесс которая помогает вам формировать понимать как формировать вопросы для глубинного интервью я рекомендую ее прочитать всем из вас она спаси маму суть в том что когда вы маме показываете свою какую-то идею рассказываете она как самый близкий человек всегда скажет да ты молодец да действительно это классно это всегда позитивная поддержка так вот суть в том что вы должны спросить маму так чтобы она в случае если например ее продукт не нравится да то есть он мне не нужен там он не имеет интереса она бы сказала нет даже несмотря на то что вы ее чадо в общем мы задались такой целью провести глубинное интервью я в это время жил в силиконе на долине я встречался сам ездил в маленькие там городки с дизайнерами и в сан-франциско в кафешках мы встречались со всякими там китайскими ну и дизайнерами филансерами девчонки сделали мобильное интервью отсюда по скайпу в общем мы опросили вот 15 человек когда мы поняли что надо останавливаться вот может кто-то у аудитории может предположить когда надо останавливаться провалять любимое интервью еще варианты правильно когда люди начинают повторять одно и то же то есть если несколько человек ну двое там еще это мало а если они все подряд начинают давать одни и те же ответы но смысла продолжать больше нет это дорогостоящее мероприятие в смысле времени вот так выглядели наши вопросы ну в общем является ли поиск проблемой существует ли проблема с контентом имеет ли значение для вас цена фотографии ну и ответы которые мы получили выглядели так то есть ну нет не является действительно это рутина это неприятно но нормально он привыкнет с этим же ответ существует ли проблема с контентом да дизайнеры решат атмосферные очень естественный оригинальный контент им надоели вот эти вот стоковые улюбающиеся лица и имеет ли значение цена фотографии ну вот в микростоке настолько все уже дешево что вообще для потребителя особенно для американского нет разницы купят они фотку за 5 долларов за 1 доллар или за 10 центов вообще никакой а если цена вообще больше 20 долларов то мы получили подтверждение что они просто пойдут сами все сеткой на свою камеру ну в общем мы получили довольно неожиданное не знаю можно это назвать подтверждением или уточнением гипотезы мы поняли что наших респондентов мало что беспокоит при работе со стоками в принципе они готовы даже мириться с тем что они платят много времени на это но самые вот бесящие их как любители прекрасного дизайнеры они особо чувствительны ко всему тот факт что им приходится наблюдать в выборке очень много мусора очень много треша всякого это прямо их вот больше всего бесит и мы поняли что есть такая потребность в качественных модных интересных актуальных изображениях плюс экономия времени и в итоге у нас получился мы направили нейронную сеть на весь контент обучили ее на выборке из нескольких сотен тысяч вот таких модных красивых естественных оригинальных изображений фактически отобранные экспертами и запустили такой сервис назвали его эстетика который ранжирует контент по его эстетической привлекательности довольно здорово хайпанули с этим сервисом год назад кто знает что такое PewDiePie есть такие у аудитории? PewDiePie самый популярный блогер он про нас написал после этого нет на самом деле про нас начальник написал Андрей Себранд есть такой в Яндексе после этого у нас попер трафик там пари серваки ну это отдельная история в общем проект выстрелил что мы имеем на сегодняшний момент среднемечный трафик больше 130 тысяч сессий пользуется примерно в 200 странах мира около 13 тысяч ссылочная масса и номинация на Product Hunt в конкурсе Google Kitty Awards в 2017 году в категории лучший продукт для дизайнеров ну чтобы вы понимали по соседству с нами в этой номинации были AirDnB, iPhone X и другие ребята вот это та самая книга которая помогла нам спроектировать КАЗДЕФ рекомендую это маленький анонс того что если в аудитории есть ребята которые младше 23 лет то мы запустили школу в которой мы учим создавать продукты один из кстати наших сантов сегодня здесь сидит вот тут на первом ряду у меня все вопросы спасибо надо ближе вы говорите чуть спасибо спасибо за доклад очень интересно было у меня такой достаточно приземленный вопрос деньги откуда вот на чтобы первый цикл пройти до того как пошли деньги от продукта да я понял спасибо за вопрос деньги от продакшн студии я сказал уже что мы у нас есть производство контента то есть мы сами снимаем фото мы делаем видео футажи мы делаем аудио контент рекламный на этом рынке мы уже больше 10 лет добились определенных успехов ну как я сказал наше предфолио довольно хорошо продается во всем мире собственно это наша такая база ну собственно для того чтобы сэкономить вам вот все эти деньги которые мы потратили на неправильные шаги я и здесь да то есть это очень хороший работающий метод который мы сейчас тестируем в школе когда не нужно сделать продукт вашей мечты нужно делать продукт мечты ваших потребителей а для этого у них нужно вот таким образом поинтересоваться что им нужно что для них важно спросить определенным хитрым способом чтобы они отвечали правду пожалуйста еще есть вопросы какие-то аудитории да спасибо за адекват а у меня такой не знаю разработческий что ли вопрос будет а может ли ваш продукт предложить что-нибудь для разработчиков не только для дизайнеров то есть мне например я еще картинки нужны у меня размеры и банально мне нужна тематика каких-то картинок например музыкальная ну и банально вставлять их в проект при разработке мы мы у нас есть во-первых API который позволяет через него получать контент напрямую я не уверен если там сейчас сортировка по вот этим параметрам которые вы сказали но это надо уточнить вы можете просто написать в адрес api.eurepism.com без проблем здравствуйте с точки зрения лицендира я вот нашел картинку дальше как процесс как происходит вы вносите деньги на счет фотобанка но это все-таки полковая система по магазинам то есть по тем кто продает контент пока вы вносите деньги на их счет и скачиваете изображение все покупайте у них либо подписку либо разу скачивания то есть даже интернет покупки и все да там маленькие суммы достаточно все спасибо ну то есть если это поисковая система которая и деньги оплачивает ваш покупатель непосредственно фотобанки а монетизация в чем тогда как вы это делаете классно вот вы саму суть прямо смотрите мне нравится ну во первых конечно монетизация через партнерскую программу но она такая ничтожная что можно не пренебречь но в принципе у нас есть собственный фотобанк прессфото точка который в случае большого трафика хорошая трафика котируется наравне с крупными игроками рынка для нас это инструмент маркетингового продвижения этого фотобанка выхода мы не накручиваем ему там места в выдаче он так же котируется наравне надо понимать что фишка всех стоковых в том что они продают 80-90% одинакового контента то есть у них разные названия они принадлежат разным корпорациям но продают они одно и то же разница только в ценах в подписках они продают в основном контент созданный такими студиями как наши здесь в Челябинске на основе они создаются восточную европу на самом деле потому что восточную европу самые низкие косты на продакшн и этот контент везде одинаков люди которые продают их на одном фотобанке они продают их по не эксклюзивной так называемой лицензии то есть поэтому я как автор загружаю их везде где только можно чтобы там там каждый в каждом месте какую-то копеечку себе еще одну заработать ну тогда как трилагу сделать как трилага собственно если на разных фотобанках один и тот же контент но с разной стоимостью тогда показывать там например с лучшей стоимостью да так и работает на самом деле да вы находите одну фотку щелкаете по ней и вам выводится страничка сравнения цен и подписок вы просто пишете свои потребности и для вас рассчитывается индивидуальный тариф который для вас конкретно подходит и ну удовольствие в том что вы не открываете эти там десять там двадцать фотобанков разных окнах это все в одном окне по тем же самым ценам спасибо все вопросы а вот еще а что в итоге то кто теперь на первом месте ваш фотобанк или или пиксель по доходам вот то есть почитали все доходы от вашего фотобанка да не тот не другой на самом деле это еще только начало маленькое начало большого пути и у нас дальше платформы развиваются в сторону блокчейнизации а что так можно за блокчейн например потребность ну грубо говоря найти классную фотку чашки с кофе рядом с которой там лежит блокнот и чайник вы просто кладете на стол вот так как вы видите себе это должно быть делаете фотку загружаете ее туда и поиск происходит по похожим изображениям но уже снятых снятым там классно снятым с хорошим светом на хорошую технику композиционно выстроен вы таким образом задаете запрос как бы визуально то есть вы не текстом формулируете а образом мы тоже думали кстати что это такая фишка она для дизайнеров выстрелит потому что дизайнеры все таки это люди которые мысят большие образы но нет еще вопрос у меня вопрос по ответу на вопрос а насколько хорошо поиск по похожим работает ну потому что у гугла мне не понравилось у яндекса тоже там с релевантностью ну так себе вот как у вас это дело ну вы знаете вот это очень субъективный фактор насколько хорошо но когда я демонстрирую да и вы сами можете сейчас попробовать просто там у нас мобильная версия сделайте фотку чего-нибудь что вам в голове в глаза первое пойдет и посмотрите найдет он что-то похожее на основе людей когда я демонстрировал там округлялись глаза они говорили вау мы думали что это так мы не думали что настолько так вроде бы да но поскольку это не главная фишка мы вот ее до той стадии довели и больше пока не развиваем а развитие должно было быть в сторону скетчирования то есть вы рисуете скетч например там пальму человека на пляже а вам по скетчу ищется изображение то есть это вполне ну работающая технология но мы не стали ее развивать потому что не было потребности привет спасибо за доклад а может подробнее рассказать про процесс не слышно раз 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 чуть ближе просто не окей привет спасибо за доклад очень интересный опыт а может подробнее рассказать про обучение как это происходило то есть ну есть нейронная сеть есть эксперты есть куча изображений эксперт сидел кликал какая картинка ему нравится больше какое изображение ему нравится больше и сеть формировала какой-то свой какие-то свои там процессы или как это происходило то а вы из яндекса да да вот конкретно тот процесс обучения как происходило я уже не помню сейчас мы развиваем вторую версию нашего ну то есть это был продукт поиска по стоковым изображениям сейчас мы делаем по вообще всем изображениям и через толоку обучаем а были какие-нибудь ситуации что там условно я не знаю например бюро носить ничего только что черно-белые фотографии считать эстетическими или что-то вот такое может такие забавные истории неправильного обучения были вот это надо спросить у R&D у R&D отдела потому что ну я не в курсе как это происходило я всего лишь генеральный вектор я не логей ну инструментария вот этим то есть этим занимается мой брат я могу прямо сейчас в телеграме у него спросить и подойти и вам рассказать а спасибо ну и вообще сейчас мы используем то есть как тогда происходило процесс обучения я тоже не знаю но вот яндекс.толоко хороший достаточно инструмент хоть и мутерно с ним удалось работать нас там постоянно давят сразу вопрос такой спасибо за доклад вопрос такой возник если яндекс.толоко это неудобно использовали вы какие-нибудь другие технические нейросети которые можно обучать или там open source какие-то разработки там там или какие-то другие или только толоко у вас встроено в рабочий процесс нет это мы только сейчас сделали до этого мы обучали разными методами там типа не выходить за пределы двери пока не просмотрим 10 тысяч изображений там ну это опасно потому что они начинают сходить с ума постепенно когда они смотрят кучу всего этого мусора я беру по процессу конкретно вот к сожалению я не могу подсказать еще один вопрос давайте вон наобучает там здравствуйте а есть поиск там по контенту по сайту ну то есть имеется ввиду дизайнер знает что он ищет а если ты ну то есть не обращаясь к дизайнеру тебе нужно там например напомнить сайт ну какими-то картинками и ну не всегда можно найти в принципе картинки ну то есть ты не знаешь что ты ищешь а есть какой-то там контент например статью он тебе выдал картинки по статье по релевантным словам там ну что то такое да мы сейчас придумали крутую идею но мы с ней сейчас мы реализуем ее для вконтакте сейчас ну то есть вы придумали мы чуть раньше ее придумали но вы тоже крутые да то есть подбор картинок по тексту это действительно нужная вещь особенно например для создания автоматических каких-то там рекламных материалов автоматических и мы действительно этим занимаемся еще какие-то вопросы есть? остались? ну все спасибо вам большое за ваше внимание этим чудесным субботним утром спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok